Здравствуйте! В эфире специальный выпуск Вести Хакасия. События недели. В студии для вас работает Анна Ахпашева. Минувшие семь дней стали знаковыми для нашей республики и нашей телекомпании. Хакасия принимала Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии». И сегодня мы вспомним, как это было. Более 200 заявок, 50 телекомпаний со всей страны и три дня, чтобы назвать лучших. Как встречала Хакасия Всероссийский телерадио фестиваль национального вещания «Голос Евразии». Информационная война и роль национального вещания в формировании имиджа страны и регионов. Своим мнением с корреспондентами Вести Хакасия поделился президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Давыдович Рузин, член жюри фестиваля. Два победителя и все проекты-дипломанты. ГТРК Хакасия подтвердила высокий уровень освещения национальной тематики и стала открытием фестиваля «Голос Евразии». Проведение Всероссийского фестиваля национального вещания «Голос Евразии» стало своеобразным подарком к юбилею ГТРК Хакасия. Нам 55 лет. И как показал фестиваль, нам есть о чем рассказать и чем гордиться. Как раскрыть культуру другого народа, ее ценности, красоту, чтобы это было интересно каждому зрителю и слушателю. Вопрос непростой. В поисках ответа на него три года назад и был организован фестиваль «Голос Евразии». Учредители и организаторы фестиваля в Хакасии – Всероссийская гостелерадиокомпания и правительство республики, которое поддержало проведение Всероссийского конкурса в Хакасии. В республику было прислано более 200 работ. Участие приняло более полусотни телекомпаний со всей страны. От Сибири до Калининграда и Северного Кавказа. Конкурс телевизионных и радиопередач на национальных языках охватил практически всю страну. Константин Куцевалов – корреспондент ГТРК «ТУВА». На фестиваль он с коллегами привез программу «ТУВА – очевидное, невероятное». Цикл передач рассказывает о традиционных праздниках. Свой вердикт в жюри фестиваля вынесет только завтра. А тувинские коллеги и местные зрители работу Константина уже оценили. Теперь он местная телезвезда. «Похвалили, порадовались за меня, что я теперь много знаю. И они сказали, что ты теперь, Костя, настоящий тувинец. Русский тувинец, как называют. Ну и таксисты, да, маршруточки, просто какие-нибудь мужики на улице уже начали приветы передавать или еще как-то. Ну, тувинцам понравилось. Я боялся, что вдруг наоборот будет эффект, что раздражать начнет. А наоборот получилось, это хорошо». Фестиваль «Голос Евразии» – это площадка для обмена опытом творческими идеями по созданию проектов на национальных языках. Если федеральные каналы в основном выполняют информационную и развлекательную функцию, то региональные телекомпании продолжают снимать просветительские и художественные программы. Причем делают это на своих родных языках. «Только местные компании практически, по большому счету, эту миссию серьезно и выполняют задачу решают. Поэтому коллегам отдельное большое спасибо, потому что у нас в каждом регионе существуют программы на национальных языках. Что очень важно для сохранения этноса, культуры, истории, развития, традиций, передачи лучших традиций молодежи. Без этого нет будущего». Участников и гостей фестиваля приветствовал глава республики Виктор Зимин. «Голос Евразии» готовился при непосредственной поддержке правительства республики. «Одной из главных целей фестиваля «Голос Евразии» является поддержка теле- и радиопроектов, которые рассказывают о традиционных культурных ценностях и самобытности народов России. Это очень важно, потому что наша сила в многообразии и солидарности». Лучшую телевизионную радиопрограмму будут выбирать в девяти номинациях. В жюри – эксперты в области кино и журналистики. Определить победителя, которому достанется гран-при, будет непросто. «Такое разнообразие работ – Тюменская, Новосибирская. Вот сейчас посмотрели, перед самым началом, наконец-то работают из Хакасии, Бурятия, Красноярск, Башкортостан. То есть вот такая панорама, которая представляет этот фестиваль, она уникальна. И работы в основном высокого профессионального уровня. И что очень самое важное, что вот эта культурно-информационная панорама страны, она на этом фестивале представлена полной и масштабной». Сегодня гости и участники фестиваля посетили мастер-классы, а жюри продолжило просмотр и оценку телевизионных и радиопрограмм. Итоги будут подведены завтра на церемонии закрытия. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. На фестивале «Голос Евразии» сотрудники нашей телекомпании получили государственные награды и благодарственные письма правительства республики. Алексей Беркаяков, корреспондент национального вещания гостей радиокомпании «Хакасия», получил звание заслуженного работника культуры республики. Благодарственные письма главы были вручены режиссеру Нелли Окуневой, заместителю директора Дмитрию Драничкину и Василию Сазонову, руководителю гостей радиокомпании Ларисе Ефименко-Михайловой. Высшую государственную награду республики «Орден за заслуги перед Хакасией» получил Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК. Правда, неожиданно. Огромное спасибо за свою высокую оценку нашего скромного труда. Я считаю, что эта награда, она вручена не лично мне, а всему нашему холдингу ВГТРК. Большое за это спасибо. Как правильно освещать темы, связанные с национальной культурой, обсуждали приехавшие на фестиваль региональные журналисты. Мастер-классы, да и просто неформальные общения еще раз подняли проблему штампов, которые приклеились к образу национальной культуры. Что в этом вопросе советуют эксперты, узнала Марина Конодакова. Темы, связанные с национальной культурой, насколько любимы на современном телевидении, настолько же засорены штампами, которые десятилетиями перенимаются с журналистами и документалистами от поколения к поколению. И 50 лет назад, и сейчас с экранов сходят одни и те же образы жителей Крайнего Севера и шаманов Сибири, подменяя журналистским представлениям реальный портрет этих людей. Шаманы всегда скачут с бубном, а у Чукча и Инганасан чуть ли не первобытные условия жизни в условиях вечной мерзлоты. Но чем создавать ореол романтики и делать упор на экзотику, гораздо важнее и сложнее отражать сегодняшнюю жизнь того или иного народа, уверены гости фестиваля. И здесь крайне важна роль своих, а не приезжих творцов. Найти вот эту золотую середину, не быть провинциалом и в то же время не быть похожим, ну, типа вот как москвичи, да, там делают, на каких-то вот таких трюках. Вот это, выдержать вот эту золотую середину очень сложно, редко кому это удается. Ну, я думаю, что в каждом регионе есть такие художники, и они должны быть обязательно. Мы живем в той информационной среде, в которой мы оказываемся, да, и, к сожалению, наши с вами коллеги достаточно высокой степени влияют на это, и как раз вот такого рода мероприятия, фестивали, они должны послужить инструментом более такого широкого взгляда на народы России, на территории России. Ведущая мастер-класса, этнолог из МГУ Елена Меськова уверена, сегодня уже недостаточно просто констатировать уникальность национальных культур. Жизнь требует отображать реальную историю народа с проекцией на сегодняшнюю действительность, со всеми конфликтами и неудобными моментами. Замалчивание, оно не ведет ни к чему хорошему, да, то есть процесс идет, объединение культур происходит, общение, да, мы никогда это не отменим. Поэтому, если мы это произносим, то мы от многих проблем избавляемся. После мастер-класса участники фестиваля смогли немного отдохнуть. Семья Софьяновых из Таштыпа рассказала о хакасских обычаях и традициях, а также показала, как звучат наши инструменты. Гости голоса Евразии все больше узнают о республике, и надо надеяться, что увиденное для них не экзотика, а ключ к пониманию народа, который, несмотря ни на что, стремится сохранить себя и свою культуру. Одним из модераторов фестиваля был президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин. Нашей телекомпании он дал развернутое интервью и поделился не только впечатлениями о хакассе, фестивале и работах участников. Разговор зашел и на больную тему. Информационная война, которая сегодня развернулась в мире в связи с событиями на Украине. Сможет ли наша страна достойно парировать дезинформацию западных СМИ? Своё мнение выразил Валерий Рузин, кстати, непосредственный свидетель Майдана и переворота на Украине. Валерий Давыдович, здравствуйте. Спасибо, что уделили нам время. И первый вопрос. Вы сказали уже, что вы в первый раз в Хакассии. Поделитесь впечатлениями о нашей культуре, о нашей природе. Как вас встретила республика? Вы знаете, здесь в одной из работ как раз хакасских, там есть такие слова, что вот путник, вот здесь начинается моя граница, и теперь здесь я хозяин, ты у меня гость. И вот, конечно, это просто радость быть гостем у таких хозяев, потому что не только замечательное, принимают очень интересное само по себе событие, куда вот судьба привела, но и уникальность республики, уникальность места, где мы находимся, его дивная совершенно красота, вот органичность здесь этого комплекса, который встроен так замечательно в природу, ну, это все радует очень и душу, и глаз, и вдохновляет. Можете сказать, я не люблю слово «уникально», но тем не менее, вот фестиваль «Голос Евразии», есть ли у него какие-то особенности? Все-таки третий фестиваль, уже что-то должно сформироваться, какое-то лицо свое. Я бы сказал, что это может быть сегодня важнейшее лицо России. Вот давайте вспомним, только совсем недавно президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, определяя вот на, по одному из последних своих выступлений задачи нашей страны, согласие межнациональное, укрепление этого межнационального согласия поставил на первое место в ряду задач, стоящих перед страной. А ведь вот наш фестиваль, вот этот фестиваль, он как раз и решает эту задачу, он должен, направлен на решение этой задачи. То, что ВГТРК, ну, государственная крупнейшая корпорация, проводит, цикл фестивалей создает, но вот этому фестивалю, конечно, особое внимание, ведь мы здесь вот многоголосие российской Евразии увидели, услышали. Культура является базисом для экономического развития, для экономических успехов. Это, кстати сказать, сейчас понимает и весь мир. Вот при всем, при всей динамике, да, экономического роста Китая, в Китае два национальных телеканала чисто просветительских, потому что руководство Китая несколько лет тому назад пришло к выводу, что низкий уровень образования, вот, достаточно широких масс в стране препятствует экономическому развитию. И они принимают меры достаточно серьезные, ведь самый дешевый способ доставки знаний населению – это телевидение. Вот так что этот фестиваль решает важнейшую задачу. Валерий Давыдович, вот телевидение – это сейчас в первую очередь выполняет именно функцию информирования населения. Как вы думаете, выдержит ли Россия информационную, выиграет ли информационную войну, которую сейчас развернул против нас Запад, вот именно по вопросу по Украине? Так получилось, что в конце ноября прошлого года, в последних числах, с 21 по 30 ноября я был в Киеве на фестивале «Пролог» студенческих фильмов. Видел своими глазами, как формировались эти колонны молодежи с криками «Слава героям! Слава Украине!», которые подходили на площадь перемоги, площадь победы. Я жил в гостинице «Лыбедь» вот на этой площади. И их там строили. Вмиг оснащали какими-то, значит, лозунгами, транспарантами, значит, и так далее. Становилась охрана справа-слева, их по трое-почетверо строили, вели на Майдан. Вот это молодежь. Видел я, как студенты, участники фестиваля «Пролог» киевские студенты, они говорили, ну как нам туда не пойти, там ведь это же можно заработать в день до 130 гривен. Особенно чудовищную, провокационную, подстригательскую роль играло телевидение. Вот с утра до ночи я смотрел украинское телевидение, ну особенно пятый канал, который принадлежал и принадлежит нынешнему президенту Порошенко. То есть они круглосуточное вещание вели, когда, значит, призывали идти, молодежь особенно, на Майдан. Было видно, насколько вот хорошо это все организовано, как вложены деньги, это не бывает вот так вот, как бы ни с того ни с сего. Наш коллега украинский, журналист Александр Георгиевич Рудковский, он назвал это медиаконтузия. Вот этот дурман, которым почуют вчера и сегодня, значит, украинский свой народ, информационные средства информации Украины. Ну вот мы обменивались, значит, со своими коллегами, даже сказали, что это может быть, ну, медиаконтузия, да, это даже может быть уже медиаубийство. Абсолютно сдвинулись мозги. И они не осознают, что убивают их граждан. Они радуются убийству, смертям. Кстати сказать, мы, когда открывали 10 мая на площади Нахимова, вот фестиваль «Победили вместе» в Крыму, то он начался с минуты молчания. Только что, вот перед 10 мая, вот это трагические события были. Малая Хатынь, как называют они, в Одессе, в Севастополе. Приехали наши коллеги украинские из Херсона, из Донецка, вот из Мариуполя приняли участие. Получили мы приветы и по скайпу, значит, на наших круглых столах соединялись с коллегами из Киева. В общем, несмотря ни на что, есть, слава богу, разумные люди, которые остаются неубитыми этой информационной колоссальной силы вот этой убийственной волны лжи. Можете сказать конкретно о работах, которые на вас произвели впечатление, которые возьмут или, уже сказать, взяли гран-при, ну и, может быть, остались без приза, но, тем не менее, достойны внимания. Ну, вообще произвели очень хорошее впечатление многие работы. Ну, как я был художником, по-моему, это называется работа башкирских коллег, а художники Салтыкови. Это удивительная судьба человека, который собирал народные, записывал народные мелодии, и которые легли потом в основу и оперного творчества других композиторов, в частности, там, в опере Салават Юлаев, композитор Жигана, вот эти мелодии прослеживаются и так далее. Но человек, к сожалению, трагической судьбы, ибо, увы, это было 20-е, 30-е годы прошлого века, когда вот эта колоссальная его культурная деятельность, она, ну вот, завершилась, к сожалению, трагически. Но авторам удалось показать весь, как бы, спектр его гигантского труда, значение этого труда для нашего сегодняшнего дня, как сохраняется и изучается сегодня его творчество. Вот как-то вот преклонение перед подвигом, это подвиг буквально этого человека, который эти мелодии записал, сохранил вот это народное творчество, пришедшее, значит, из глубины веков. Но оно, то, что не утрачено, это заслуга конкретных людей. В первый день вы говорили, что на достаточно высоком профессиональном уровне большинство работ выполнено. Но, тем не менее, может быть, какие-то общие ошибки, вот куда двигаться региональным телекомпаниям, на что ориентироваться именно в профессиональном плане? Когда смотришь вот палитру работ региональных телекомпаний, то немножко, конечно, бывает что-то, вот, думаешь, что-то вот недотянуто, вот послать бы там на Монте-Карло, на фестиваль как бы хорошо, там, или на Золотую Панду, вот в Сычуань, в Чинду, и много-много фестивалей. Мы участвуем в фестивалях от Монте-Карло до Саппора в Японии. Есть, конечно, ну, какие-то вот такие наиболее распространенные ошибки, это несоответствие, может быть, дикторского текста, изобразительного ряда. И еще одна такая немножко горькая, так сказать, ошибка. Часто я вижу в фильмах уникальную хронику. И вот просто замирает сердце, это вообще уникальная хроника. Но ведь ее надо как бы отработать, ее надо очень хорошо подать всегда. Хроника требует себе уважительного отношения, вы покажите, что это, откуда она, что это, и так далее. Вы же где-то нашли это, вставили в фильм. Есть уже какие-то очень смелые попытки, вот мы говорили про этот башкирском художнике, я называюсь художником, как-то она забыл, как называется точно, но есть попытки уже сочетания игровых и документальных кусков. То есть это вот еще не докудрама, но это уже какие-то игровые моменты вносятся в документальную ткань фильма. И это уже в нескольких работах. И это уже умеют делать достаточно органично. Вот это, наоборот, радует. Можете сказать несколько слов, удалось ли вам посмотреть программы моих коллег в ГТРК Хакасия, есть ли работы, которые вас зацепили? Посмотрели, конечно, я не буду скрывать, что целый ряд хакасских работ достойны здесь призов, победителей в номинациях, там и операторская работа, значит, удостоена специального отдельного приза. И вот сила огня просто, конечно, очень производит хорошее впечатление. Но вот в целом такое впечатление, что здесь очень активная творческая деятельность на телекомпании. И это только можно радоваться. Еще раз хочу сказать, надо ставить высокую планку, надо выходить, нам не бояться, выходить на международный уровень, потому что это скорее как бы поможет избавиться от каких-то недочетов. Так немножко, когда между собой, ну, это вот одно, а там, ну, поучаствовать, и увидеть будет, как бы скорее возможность увидеть, как и куда идти в творческом плане. Потому что в плане содержательном, я думаю, что зарубежным коллегам многому надо учиться, у наших вот с вами коллег, и у хакасских коллег в частности. Спасибо большое. Можете еще сказать о своих творческих планах? Наверняка у вас еще впереди много каких-то телефестивалей. Сейчас пригласил опять всех коллег, присутствующих сегодня здесь на фестивале, я пригласил участвовать с 20 по 25 октября этого года. Мы будем проводить в Нальчике, это наш новый проект, который будет называться «Первый открытый Кавказский кинотелефорум». «Первый Кавказский кинотелефорум» как раз девиз, то, о чем мы с вами сегодня здесь так много говорили, что культура является базисом, базисом, фундаментом экономического, значит, успеха, экономической динамики регионов. И вот приглашаем всех коллег, там тоже будет молодежный конкурс «Наследники победы», там будет конкурс «Образ Кавказа», программ фильмов о Кавказе, там будет конкурс обязательно, значит, программ фильмов о культуре, там будут круглые столы, дискуссии, конференции. И вот это большой такой у нас, ой, колоссальный по сложности проект. Приезжайте, будем рады. И последний вопрос. Можете сказать какие-то слова, пожелания, напутствия участникам фестиваля, гостям, ну и нам, принимающей стороне, тоже хотелось бы услышать? Сегодня региональное телевидение России, оно несет вот эту важнейшую функцию, функцию просвещения, функцию культуры, функцию раскрытия богатств своего региона, своего народа. И вот это богатство как бы несет миру всей нашей стране многоциональной, своим соседям и далеким, и близким, и миру в целом. Это очень, не только очень, это колоссальной важности задача. И я хотел бы просто вот в этом пожелать своим коллегам, вам в этом удачи, потому что, ну, от решения этой задачи зависит во многом вот многонациональное согласие, дружба, сотрудничество народов нашей страны. Спасибо вам большое, что уделили внимание. Спасибо. Просмотр конкурсных работ, проведение мастер-классов, каждая минута фестивального времени была расписана. Но организаторы «Голоса Евразии» предусмотрели для гостей развлекательную программу. Экскурсии на Саяно-Шушунскую ГЭС и в музей Хакасской деревни Казановка. С гостями провели традиционные национальные обряды, накормили блюдами хакасской кухни. А мастерица и изверх аскиза Татьяна Межекова провела для них мастер-класс по приготовлению толгана. Все подробности у Виктора Лушникова. Около 200 километров пришлось проехать гостям фестиваля национального телерадиовещания «Голос Евразии», чтобы познакомиться с древними наскальными рисунками и этнографией хакасской деревни. Журналисты из многих регионов России впервые оказались в Хакасии, все было интересно. Во-первых, обряд поклонения одному из самых почитаемых менгиров – Ахтас, в переводе «белый камень». По преданию, он обладает целительной силой, нужно только трижды обойти вокруг менгира и принести символическую жертву. Сотрудники музея встретили дорогих гостей по хакасскому обычаю айраном. Предложили им продегустировать блюда национальной кухни. «Впечатления, конечно, самые хорошие. Они не могут быть другими, потому что сам прием, сама подготовка, само проведение фестиваля на достаточно высоком уровне. Мы приехали сюда очень большой делегацией и, говоря вот таким казенным языком, изучаем опыт, чтобы потом, потом, когда-нибудь на своей земле тоже провести подобный фестиваль, пригласить многих наших товарищей и друзей из разных регионов, чтобы поделиться тоже, в общем-то, большой культурой наших древних народов. Потому что, ну, на самом деле, я верю в такую вещь, что сначала мы были большим народом, а потом мы разбрелись по своим, как говорится, регионам. Но каждый что-то сохранил, поэтому мы, когда встречаемся друг с другом, мы понимаем, что у нас очень много схожего, схожего во многих вещах». Аналоги прослеживаются в самом простом приготовлении толгана. Тувинцы, алтайцы, хакасы делают его по схожим рецептам. А древнюю технику приготовления этого блюда из обжаренных зерен пшеницы и чменя показала на мастер-классе Татьяна Межекова из Верхаскиза. В хакасских селах бережно сохраняют национальные традиции. «То, что мы приехали сюда, в Аскийский район, где проживает именно настоящие хакасы, которые сохранили свой язык, это, наверное, очень отрадно. Хотелось бы, чтобы фестиваль дал бы такой хороший толчок для сохранения языка, культуры, традиции хакасского народа, потому что, к сожалению, знаем, что существуют определенные проблемы с ассимиляцией, с утратой, то, что не все владеют языком. Но я думаю, что это будет большим стимулом для того, чтобы появились здоровые амбиции у всех народов, которые здесь проживают, прежде всего, у хакасского народа». Погружение в национальную культуру и обычаи было бы неполным без хакасской музыки. Концерт для гостей подготовила фольклорная группа театра «Читиген». Песни, тахпахи, горловое пение были приняты на ура. «Мне никогда не доводилось быть на хакасской земле. И, ну, в принципе, поражен, поражен, ну, вот эта интересная деревянная архитектура вот этих юрт. Ну, а больше всего, конечно, голосами исполнителей, артистов. Ну, честно говоря, заживо берет, потому что достаточно редко можно такой собранный коллектив». Культура каждого народа, проживающего в России, уникальна. И без взаимного обогащения не может быть целостной общероссийской культуры. В этом, после поездки в Казановку, еще раз убедились участники фестиваля «Голос Евразии». Виктор Лошников, Антонена Табачакова, Михаил Окунев. Весь Тихокасия. События недели. В нашей телекомпании работают лучший режиссер и оператор национального вещания страны. Это показал фестиваль «Голос Евразии». Жюри работало три дня, чтобы из десятков сильнейших работ выбрать лучшие. Церемония награждения стала финалом Всероссийского фестиваля «Голос Евразии». В течение трех дней гостелерадиокомпания «Хакасия» принимала гостей. Региональные студии ДК практически со всех территорий России прислали на фестиваль свои фильмы и радиопередачи. Телевизионный фестиваль «Голос Евразии» еще раз показал, насколько многонациональна наша страна и насколько интересна культура каждого народа. На освещании в нашей компании ведется на 14 языках народов Дагестана. У нас очень огромный фонд, более 40 тысяч записей, только аудиозаписи. Мы все это переносим на современные носители. Конечно же, это культура, традиции, обряды. Это, в общем, очень, можно сказать, золотой фонд не только нашей компании, но и нашей республики. Благодаря телеканалу «Россия» в каждом регионе страны выходят в эфир программы на родных языках. Это не только новости, есть художественные и просветительские передачи, снимаются документальные фильмы. Каждая республика, которая приезжает сюда, она показывает свои работы. Это удивительные работы. Это жизнь, это традиции, это обряды, это настоящая жизнь всех российских национальностей. И вот в этом фестивале люди могут ближе понять друг друга, потому что это очень сближает все народы. Это история нашей страны. Редакция национального вещания ГТРК «Хакасия» участвовала сразу в нескольких номинациях. Все проекты стали дипломантами фестиваля, а двое наших коллег – победителями. Так лучшим оператором за фильм «Слово вечно» был признан Евгений Чаптыков, а Валентина Танбаева победила в номинации «Лучший режиссер». Вместе с коллегами она работала над фильмом «Сила огня». Они рассказали, как в хакасской культуре почитается домашний очаг. Начали снимать. Я начала дома по хакасскому обычаю кормить домашний очаг. Ныне я стараюсь каждое утро, как это делали наши бабушки, прабабушки, напоить плитку чаем с молоком, толканом и сметаной, прося о какой-либо помощи. Потому что от и не огонь считается у нас самым основным духом. Наши коллеги из ГТРК «Саратов» представили на фестивале фильм о Лидии Руслановой. Он стал победителем в номинации «Лучшая художественная программа». Кто придумал, что зритель не любит документальное кино? Кто за зрителя это сказал? У нас просто принято, что век таких информации, вот именно вести, да, и какие-то информационные программы побивают все рейтинги. На самом деле мы делаем много художественных программ, спортивных программ, мы снимаем документальное кино, и я не могу сказать, что по рейтингам мы проигрываем. Главный приз Гран-при Всероссийского фестиваля «Голос Евразии» достался ГТРК «Башкортостан» за фильм «Я был художником». Местные журналисты провели изыскание и по крупицам собрали и рассказали историю о своем репрессированном земли Кесалтыкове, благодаря которому сохранился многообразный музыкальный фольклор башкирского народа. Я всегда везде выступаю и говорю, что у нас на центральных каналах нет. Вот эту задачу, которую, казалось бы, центральные каналы должны делать о малых народах, о регионах, вообще о проблемах, и позитив тоже можно было показать. Мы делаем. И вот Ильина сегодня сказала, что лучшие программы имеют право жить на центральных каналах. Вот это самое главное достижение фестиваля. Я очень рада этому. Сегодня гости фестиваля уже разъехались по домам, чтобы, немного отдохнув, вновь взяться за работу. Никто не прощался. Договорились встретиться ровно через год. Фестиваль национального вещания «Голос Евразии», кочующий. В 2015 году гостей будет встречать Республика Кабардино-Балкария. А мы с вами тоже не прощаемся. Встретимся уже завтра, в понедельник. Коллектив программы «Вести Хакасия» расскажет о самых заметных событиях дня. Оставайтесь на канале «Россия-1». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин»